Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение главкниг, статей из журналов и прочих материалов из моей библиотеки. В данном видеоотрезке речь идет о статье доктора К.П. Сулима к вопросу об автоматизме у хронических алкоголиков и судебно-медицинской практики, архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии под редакцией профессора П.И. Ковалевского, Харьков, том 9, номер 4, страница 206-217. Напечатано в 1887 году. Можно полагать, что не менее жертв алкогольного отравления у нас в России подлежит уголовной ответственности за совершаемые преступления. Конечно, громадное число алкоголиков-преступников несут ответственность перед законом за свои преступления наравне с другими преступниками, не возбуждая у судей никакого сомнения насчет психического состояния, в котором они находились при совершении преступления. Как пишет профессор Мержиевский, Только внезапность появления симптомов, летущих за собой подчас деяния преступного характера, среди кажущегося полного психического здоровья, их кратковременность и быстрое исчезновение поселяют естественные сомнения в уме судей в болезненном характере данного случая. Только такие случаи подлежат часто судебно-психиатрической экспертизе. Тем не менее, такие случаи в большинстве представляют для врача-эксперта при настоящей форме судопроизводства и теперешнем состоянии презрения душевно больных в России весьма скудные и почти самые маловажные данные, добываемые судебным следствием. Для более или менее основательной и убедительной для присяжной экспертизы. К числу таких именно случаев относятся и настоящие. Уже много фактов накопилось в психиатрической литературе о нечастом заболевании алкоголиков, известном под названием автоматизма или сомнамбулизма алкоголиков или по Гроссу алкогольного транса. В этом отношении труды Маньяна, а затем и Гросса, можно сказать, в значительной степени способствовали разъяснению этого вопроса. У нас в России описаны такого рода формы психозов алкоголизма профессором Мержиевским и доктором А.А. Гавсеевым. Форма эта еще недостаточно изучена, и научная разработка относящихся сюда факторов еще не вполне выяснила патологическую основу и формы проявления этого психоза, бесспорно весьма важного в судебно-психиатрическом смысле. Достаточно указать на различные взгляды авторов, на взаимное отношение вышеозначенного психоза к делириум тременс, белой горячки, и эпилепсии. Поэтому-то я и решаю здесь изложить ниже описанный случай из моей судебно-медицинской практики. В деревне Майовка Ямпольского уезда проживало семейство, состоящее из мужа, отставного побилетного солдата, крестьянина Григория Ша, 45 лет, жены его 35 лет, и детей дочери 17 лет, и сына 13 лет. Муж и жена, как указывают одни свидетели, жили между собой тихо, а другие указывают, что между ними иногда происходила ссора из-за имущества и дома, принадлежащих по наследству одной жене. 4 мая 1886 года Ша выдавал дочь замус и, как обыкновенно, достаточно выпил. 7-го же числа у него под влиянием алкоголя обнаруживались приступы буйства. Будучи раздражен, противоречием дочери и жены, он, в порывы негодования, разорвавший на себе рубашку, бросился сколом на жену, но был удержан гостями. В средстве сильного раздражения Ша его должны были связать. 8-го числа он несколько раз одевался, выходил из хаты и снова приходил. Наконец, вечером он ушел и снова должен был возвратиться, так как он рассказывает, ему что-то нашептывало на ухо. Возвратись, ведь дома еще есть гости, музыка и пьют, а ты уходишь. Он пришел опять в дом и увидел, что в хате полно гостей, пьют, гуляют, танцуют в присутствии его жены, чего в действительности не было. Тут с ним что-то такое сделалось, что он не может припомнить. Он опомнился на другое утро с перерезанным горлом. Жена показалась, что, возвратившись, муж ее пошел в другую комнату и перерезал себе горно, что заметил сын ее. То час после этого Ше убежал из дому и шлялся где-то по огородам. Жена из страха дома в ту ночь не ночевала и, когда возвратилась утром, то уже застала на постели ша окробавленного, причем он вошел в дом через окошко. Явившийся фельдшер зашил ему горло и его отправили 11 мая в больницу, находящуюся в том же селе при сахарном заводе. В то время врач был в отпуску и больницей заведовал фельдшер. В больнице, по словам фельдшера, больной вел себя тихо, спокойно, заживление раны шло хорошо. Больной сокрушался с случившимся, давал себе за рог больше не пить, был в религиозном настроении. При больном ночевал сторож, и входные двери больницы на ночь всегда запирались на ключ, но через окно можно было выйти из больницы. В ночь с 18 на 19 мая спавший в одной комнате сша сторож говорит, что около часу он пробудился, и сша из своей койки спрашивал, где вода, но затем он, сторож, уснул. В 6 часов утра пробудился и видел, что ша спал на своей койке. Между тем в хате ша в ту ночь спала на кровати жена и 13-летний сын. Наружная дверь в хату всегда на ночь у них запиралась на замок. Как показывает сын, ночью он был пробужден матерью, которая тянула его с кровати, причем он заметил, что отец его душит мать, завязавшая ей рот поясом. Он заметил также, что у него была повязка на шее, и она была без рубахи. И он был без рубахи. Сын от страху вскочил из кровати, направился к дверям, но двери были заперты снаружи, и он сел на лавку. Отец, стянувший мать с постели, сперва душил ее, а затем ходил по хате, и, наткнувшись на него, погладив его рукой по голове, сказал, «Не бойся, сынку, я тебе ничего не сделаю». Затем, когда отец принялся опять душить мать, тот, то он выбил окошко и ушел в деревню звать людей. Когда пришли люди, то застались, что двери были заперты снаружи, в сене было представлено бремно, по которому, вероятно, лез на чердак ша. В хате никого не было, кроме жены ша, которая лежала на полу у кровати, была в бесчувственном состоянии и хрипела. На другой день она шепотом передала уряднику и свидетелям, что муж ее ночью пришел в хату через чердак, был без рубашки, душил ее сперва поясом, а затем руками, придавливая коленями ее грудь. На третий день она умерла и, как показало судебно-медицинское вскрытие трупа, у нее были переломлены на правой стороне спереди семь ребер, а слева четыре ребра. Правый угол рта был разорван и на губах намечено было много ссадин. Утром после обнаружения преступления в больнице староца и фельдшер осматривали ша, но ни на его теле, ни на одежде не заметили никаких подозрительных знаков, и ша утверждал, что никуда не отлучался ночью, а спал в больнице. При первоначальном исследовании через месяц после преступления оказалось, что Григорий Ша имеет отроду 45 лет, роста среднего, телосложение умеренного, мускулатура и костная система развиты хорошо. Подкожный жирный слой развить незначительно, кожа вялая, бледная, видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета, прощупываемые артериальные стволы тверды, с заметными неровностями. На коже лица видны остатки протекшей в отрочестве оспы в виде рубцовых ямок. На волосистой части кожи затылка, немного вправо от затылочного бугра, находится беловатого цвета рубец, длиной в три сантиметра, подвижный, неприросшей кости, происшествий, по словам ша, от удара копытом лошади в молодых летах, пятнадцать-восемнадцать лет. Выражение лица угрюмое, печальное, черты лица неподвижные, смотрит в землю и только изредка бросает взгляды на расспрашивающего. Правая сторона лица немного опущенной, носогубная складка кожи сглажена, ша, не может свистнуть, а также произвести надлежащим образом плевок. Слюна при плевании разбрасывается в разные стороны, язык не обложен и не дрожит, зрачки умеренно сужены и реагируют на свет. Измерение черепа дало следующие цифры. Горизонтальная окружность черепа 56 сантиметров, затылочно-ушная линия 25 сантиметров, лобно-ушная 30 сантиметров, темено-ушная 37 сантиметров, продольный обхват 32 сантиметра, подбородочная ушная 30 сантиметров, продольный диаметр 20 сантиметров, наибольший поперечный диаметр 15 сантиметров, ширина между сколовыми отростками 13 сантиметров, расстояние от ушного отверстия до основания носовой перегородки 12 сантиметров. Вазомоторное и трофическое состояние кожи не представляет заметных отклонений. Кожные рефлексы, межлопаточные и кремастрено выражены хорошо, остальные вовсе не получаются. Коленный сухожильный рефлекс и глиностомный клонус также получаются, по-видимому, нормально. Органические рефлексы мочевого пузыря и прямой кишки также не представляют заметных изменений. На бессоне суша не жалуются, самочувствие угнетенное, ход представлений замедленный, на вопросы отвечает вяло, иллюзий и галлюцинации не замечено. Ша жалуется на то, что иногда у него существует боль головы и живота, пульс минуты 72 удара и дыхание 18. Посетивший несколько раз Ша в тюрьме в промежуток времени от 10 по 25 июля, я, возможно, доступными мне по месту и условиям жизни вспомогательно-научными средствами производил наблюдения и исследования здоровья Ша, которые заключались в ниже следующем. Григорий Ша имеет выражение лица угрюмое и печальное. Его психическая сфера как бы угнетена какими-то неприятными, печальными идеями. Ведет себя в тюрьме скромно и тихо. От арестантов держится особняком и не вступает с ними в разговоры. В последнее время жалуется на бессонницу. Тактильное чувство кожи исследовано простым циркулем. Причем получилось следующие цифры. Кончик языка 2 мм, ладонная поверхность третьей фаланги указательного пальца 6 мм, трассная поверхность губ 5 мм, кончик носа 6 мм, тыльная поверхность третьей фаланги указательного пальца 15 мм, спинка языка 5 мм, ладонь 12 мм, кожа щек правый 17 мм, левый 30 мм, скула правая и левая 17 мм, лоб правая и левая сторона 20 мм. Плечо правое и левая 80 мм, предплечья правая 56 мм, левая 39 мм, бедра правая 67 мм, левая 75 мм, голень правая 42 мм, левая 51 мм. Как электрокожная, так и электромышечная возбудимость исследованы индукционным током аппарат Шпаммера. И оказалось, что правая половина лица гораздо менее чувствительна к раздражению током, чем левая. Точно такая же не менее чувствительная разница между плечами, предплечьями и кисями рук. Правая передняя часть груди более чувствительна, чем левая. Исследование постоянным током не произведено за неимением аппарата. Исследование зрения показало, что высота зрения не представляет заметных уклонений от нормы. Цветовое ощущение нормальное, поле зрения значительно сужено, сравнительно с исследователем, вертикальным и горизонтальным меридианом. Афтальма скопирования дает отрицательные результаты. Ш. При закрытых глазах стоит 1 и 2 минуты спокойно, то есть полминуты, 30 секунд спокойно, а затем начинает шататься, теряет равновесие и падает. Все другие движения при закрытых глазах он выполняет без потери равновесия. Идет с закрытыми глазами прямо и боком, не падая. Определяет положение своих конечностей правильно. При исследовании внутренних органов замечено только, что нижний край печени выдается из-под края ложных ребер на один поперечный палец, и что область слегка болезненная, это область при пальпации. Пульс бывает часто переменчивым. С 80 ударов в продолжении 1 минуты достигает 120 ударов, без каких-либо заметных душевных волнений или движений организма. Пульс слабый и мягкий. Границы сердца нормальные, тонны сердечные, чистые. На передней части шеи, ниже кадыка на 1 см, горизонтально проходит рубец длиною в 6 см, рубец беловатого цвета, с неровными краями, плотно приросший к подлежащим хрящам. Шея часто чувствует боль в рубце и всегда говорит сипло, неясно, видимо, употребляя усилия при разговоре, чтобы говорить громче. Из анамнестических данных известно, что отец Ша был человек здоровый, умер на 80 году, был женат последовательно на трех женах и от первой из них имел сына Саву, который умер от падучей болезни, существовавшей у него еще с детства. Сава умер 40 лет от роду. Затем сестра Анна, Григория, Алексей и Мария, все они живы, и в их семействах не наблюдалось нервных или душевно больных, за исключением того, что сын Анны, когда был еще ребенком, страдал родимчиком, но теперь он здоров. А второй жены отца детей не было, а третий был лишь один сын и две дочери. В их семействе душевно и нервных больных также не замечалось. Григорий Ша в 1865 году поступил на военную службу, где пробыл по 1871 год. Затем в 1875 году был призван вновь на службу и в 1877 и 1878 годах был на воене с турками. В 1879 году уволил вовсе в отставку. Три последних года занимался печеньем хлеба для рабочих маевской экономии. У Григория Ша было четверо детей, двое умерло, один от оспы, а другое от горячки. Старшая дочь здоровая и 13-летний сын страдает еще с детства косоглазием правого глаза. Светоощущения в правом глазу не существует. Наружные среды глаз прозрачны, исследованы посредством лупы. Автома скопирования произведено не было. Из анастических данных еще важно то, что Ша с тех пор, как возвратился из военной службы, исключительно исправлял обязанности хлебника при маевской экономии. Каждый день он должен был печь хлеб на 300-400 рабочих. Температура воздуха в пекарне всегда была очень высока, и он принужден был работать совершенно голым. Таким же условиям подвергался он и на военной службе, так как был два года кашеваром и занимался печеньем хлеба. Ша сообщил, что во время Турецкой войны он был болен горячкой и две недели лежал без памяти. Ша, как видно из показаний свидетелей, любил выпить, особенно в последние два с половиной года, но в пьяном виде был человек спокойный и аффектов у него не наблюдалось. Покушение Ша на самоубийство, а зачем через 10 дней причинение смертельных побоев жене своей, совершенное Ша при весьма странных обстоятельствах, невольно заставляет предполагать какую-то связь между этими преступными деяниями, и потому необходимо определить то психическое состояние, те импульсы, под влиянием которых Ша учинил покушение на самоубийство. Нам необходимо, следовательно, объяснить себе то состояние душевной деятельности, в котором Ша находился за 10 дней пред преступлением, в котором он обвиняется, чтобы таким образом составить понятие о состоянии высших регулирующих центров его психической жизни и произвести обстоятельный анализ психической личности его. Все выясненные следствием обстоятельства указывают на то, что Ша часто выпивал, и особенно в последние два с половиной года, но в пьяном виде он был человек спокойный, каких-нибудь аффектов патологического свойства под влиянием спирта у него не замечали. Но вот на свадьбе своей дочери Ша в пьяном виде бросается на жену с колом, в порывы гнева рвет на себе рубаху с криками «Или мне смерть, или тебе!» Снова бросается на жену, желая ее бить. Ша во время беседы доволен, доведен до такого возбужденного состояния, что его принуждены были связать. На другой день он продолжает пить, и уже вечером Муша является упорной, настойчивой галлюцинацией, под влиянием которых он несколько раз возвращался с дороги в дом, видит массу гостей, танцы, слышит игру, чувствует, что его вяжут, бронят, когда ничего этого не было, и он, не помня и не зная как, перерезывает себе горло. Все эти поступки носят на себе характер болезненности, отсутствие сознания и воли. Очевидно и несомненно, что они и есть следствие временного психического расстройства алкоголиков, белой горячки или delirium tremens. Весь ход и развитие болезненных явлений полного соответствует этому. Затем больной Ша помещается в заводскую больницу, где за отсутствием в это время врача ведет лечение раны и наблюдает больного фельдшер. Таким образом, важное для нас психическое и физическое состояние здоровья как до совершения преступления, так и после онова остается неизвестным, ибо подлежит наблюдению совершенно некомпетентного лица. Фельдшер рассказывает, что все время Ша вел себя спокойно, сильно сокрушался о случившемся покушении на самоубийство, решительно не мог объяснить, как могло все это случиться, давал зарок, что он не доведет себя более до такого состояния. Заживление раны шло хорошо, и общее состояние здоровья, по мнению Фельдшера, было удовлетворительным. Через 10 дней после покушения на самоубийство с 18 на 19 мая сего года Ша совершает преступление. Из обстоятельств дела видно, что Ша ночью, без рубашки, в одних портках, с больничной повязкой на шее, выпрыгивает в окно из окна, не, в окно больницы, приходит к своей хате и не идет через двери, а запирает их снаружи, затем по бревну лезет через крышу на чердак, с чердака в хату и, не говоря ни слова, в молчании душит свою жену самым зверским образом. Два приема. Успокаивая своего сына и, по совершении преступления, снова через чердак отправляется в больницу. Затем он отрицает совершенно все случившееся. Нецелесообразность поступков Ша в преступном деянии невольно бросается каждому в глаза. Это совершающиеся без достаточных мотивов убийства жены. Странный способ проникновения в хату через чердак, появление в хате без рубашки – все это в душе каждого должно зарождать сомнения в нормальном психическом состоянии Ша во время этого преступления. Все это заставило и прокурорский надзор подвергнуть Ша медицинскому освидетельствованию. У нас нет ни свидетелей, за исключением 13-летнего сына преступления, которые могли бы подробно изложить нам самый ход преступления, ни вполне точных сведений, ни наблюдений компетентных лиц о состоянии здоровья Ша перед совершением преступления и после него. И поэтому для суждения о психическом состоянии Ша во время преступления имеется только факт преступления и данные, добытые исследованием здоровья Ша в физическом и психическом отношениях спустя уже месяц после совершения преступления. При исследовании с самого начала бросается в глаза порез, полупаралич правой стороны лица. Затем мы нашли атероматозное состояние кровеносных сосудов, легкую раздражительность сердечной деятельности, на некоторых местах тела понижение чувствительности к тактильным раздражениям и к электрическим, заметное нарушение способности сохранения равновесия организма при вертикальном положении тела, сужение поля зрения, увеличение печени в области и в области психики, угнетенное состояние духа и, как видно из предшествующего состояния, под влиянием алкоголя, появление раздражительности, наклонность к вспыльчивости и эффектам патологического свойства и полное отсутствие сознательной способности к самоопределению. Из анамнестических данных видно, что в молодых летах Шаргородский подвергся ушибу в голову. Затем в военной службе во время турецкой войны был болен какой-то горячкой и две недели лежал без памяти. Относительно наследственности выяснилось, что старший брат Сава страдал подучей болезнью, которая у него появилась еще в молодых летах, и уже 40 лет он умер от падучей болезни, или 40 лет. У следующей, за самую старшей сестры Анны из детей, у одного был родимчик. Сама она, хотя считала себя в общем здоровой, жалуется, что иногда болят зубы и голова, и нижняя челюсть. У нее на передней части вместо выдающегося полукруга имеет уродливую вдавленную форму вследствие неправильного развития кости. Она была осмотрена мною. Младший брат Алексей с 15-летнего возраста страдает паховую грыжу, что свидетельствует о вялости и легкой растяжимости ткани организма еще в молодых летах. Отец Григория был человек здоровый и умер 80 лет от роду. Женат был на трех женах, и все вышеозначенные его дети родились от первой жены. Состояние здоровья первой жены нельзя было достоверно установить, а равным образом невозможно было по отсутствию знающих людей добыть какие-нибудь сведения о восходящем поколении отца и матери. У Григория было четыре детей, двое из них умерли, дочь не представляет каких-либо заметных патологических изменений организма, а у 13-летнего сына существует косоглазие правого глаза, совершенную потерю зрения на этот глаз от каких-то внутренних причин. Таким образом, из всего вышеизложено поясняется возможность порочной физической и психической наследственности США. Его нервная система, несомненно, поражена всего вероятнее вследствие хронического отравления спиртом на почве патологической нервной наследственности. Нестойкость и непрочность его нервных центров уже видны нам из тех временных психических расстройств, какие способны в нем вызвать действия спирта. Хотя все родные и знающие США не видали у него эпилептических припадков, но это мы можем открыть, относить только к соматической эпилепсии, сопровождающейся судорогами, но не к форме эпилепсии петит-май, к психической эпилепсии и к тому мимолетному абсенс, которая весьма часто ускользает от наблюдения даже образованных людей. Наконец, мы должны еще принять во внимание и рост занятий США. Семь лет он провел в среде с весьма повышенную температурой воздуха, занимаясь тяжелым трудом хлебопека, а продолжительные занятия при высокой температуре уже давно признавались за момент благоприятствующей появлению психозов. Эскероль, Симон, Айленбург, а в последнее время Викторов указывают на этиологическое значение занятий при высокой температуре для душевных болезней. Таким образом, уша, я нахожу нейропатическую конституцию организма, может быть пораженную алкоголем, но всего вероятнее данную с самого начала под влиянием патологической нервной наследственности и вполне выразившуюся в нем под влиянием потребления спиртных напитков и других неблагоприятных условий жизни. На ша мы можем смотреть, следовательно, как на хронического алкоголика, и если рассмотрим теперь те известные в науке психические расстройства, свойственные хроническим алкоголикам, то психическое состояние, известное под названием автоматизма или сомномулизма у пьяниц, весьма вероятно в данном случае. Действие ша во время преступления вполне соответствует состоянию, похожему на сомномулизм пьяниц. Эта психическая болезнь состоит в том, что субъект исполняет ряд действий и поступков не в силу проявления своей воли, а бессознательно под влиянием импульсов, не достигающих сознания. Человек, действующий при указанных условиях, походит на машину, на автомата, он как бы находится во сне и пассивно подчиняется потоку бессознательной жизни. Это состояние похоже также на состояние психической эпилепсии профессора Мержиевской, и некоторые авторы А.А. Гавсеев считают автоматизм пьяниц за эпилептический эквивалент, то есть за состояние, заменяющее эпилепсию. Некоторые маньян думают, что автоматическое состояние бывает около алкоголиков, страдающих эпилепсией. Вообще полагали, что эпилепсия, автоматическое состояние пьяниц и делириум тременс находятся между собой в какой-то связи. Но Гротес показал, что некоторые алкоголики, никогда не страдавшие эпилепсией, представляют время от времени такие периоды, в течение которых замечается отсутствие сознания и памяти. И человек живет машинально, совершая действия, то привычные и свойственные прежнего образа жизни и умственному складу, то противные прежнему характеру, иногда эти дефекты памяти и сознания сопровождаются обнаружением преступных импульсов, обыкновенно низменного свойства, направленных против жизни и собственности. Это состояние отличается полной потерей памяти о случившемся и длится от нескольких мгновений до нескольких дней. Такой алкогольный сомнамбулизм или алкогольный транс, как его называет Гросса, может существовать у хронических алкоголиков самостоятельно, без явлений белой горячки. Преступный поступок в США, мне кажется, по своему проявлению вполне соответствует действиям человека, находящегося в состоянии вышеописанного алкогольного сомнамбулизма, и именно в смысле Гросса, то есть самостоятельно, без явления белой горячки. Конечно, систематическое наблюдение врача больницы на США в продолжении времени с 11 мая вплоть до заключения в тюрьму дало бы нам драгозенные указания для решения этого вопроса, но такого наблюдения мы не имеем. Профессор Мержиевский указывает на то, что характерные для белой горячки сонные грезы не только могут предшествовать настоящему приступу белой горячки, но могут служить единственным только симптомом – делирием – тременс. ЛАСЭК – они могут продолжаться 6-8 ночей сряду и затем исчезнуть, и весь приступ горячки может состоять из ряда токосонных грез и достигать такой напряженности, что они превращаются в состояние, похожее на сомнамбулизм. Мы не можем исключить в данном случае того предположения, что больница США мог находиться еще в состоянии белой горячки непосредственно пред преступлением и после онова, ибо наблюдение фельдшера, являвшегося в больницу только для перевязки раны, и утверждающего, что все хорошо, не могут иметь никакого доверия. Нет уверенности и в том, что больной не употреблял в больнице спирта, тем более, что сторож, который спал вместе с США, по рассказу фельдшера, был заведомый пьяницей и уволен был поэтому от службы. Наконец мы знаем, какое имеет влияние даже незначительное травматическое повреждение на хронических алкоголиков. Это точно. Хронические алкоголики, предположим, не страдающие белой горячкой, могут на фоне гриппа или в период, когда их оперируют, они переносят хирургическую операцию, скажем, даже самую небольшую, например, удаление аппендицита. В морозы или в жару. У них очень часто развивается делириум тремис. Я наблюдал такие случаи довольно часто. Ввиду всего этого мы не можем отрицать в данном случае того, что и у США, как продолжение белой горячки, не было таких сонных грез, длящихся продолжительное время и вследствие напряжения, выразившихся в сомнамбулизме, в состоянии которого и было совершено преступление. Таким образом, принимая во внимание все выше изложенное, я относительно душевное состояние США в момент совершения преступления прихожу к такому заключению. Первое. Григорий Ща – субъект с нервно-патологической конституцией организма, разбившийся под влиянием хронического алкогольного отравления и, по всей вероятности, на почве патологической нервной наследственности. Второе. Сопоставляя все данные исследования его здоровья с обстоятельствами и обстановкой преступного деяния, я полагаю, что США в ночь с 18 на 19 мая сего года нанес тяжелые смертельные побои своей жене, помимо его воли и сознания, в припадке расстройства умственных способностей. Ввиду более обстоятельного разъяснения психического состояния США в момент совершения преступления, я высказался, кроме того, в том смысле, что США должен быть помещен в специальную больницу для душевнобольных с целью наблюдения его опытными психиатрами в течение более или менее продолжительного времени. Ну, вот, приводится список литературы, вот, которые я зачитывать не буду. Ну что, таким образом я заканчиваю чтение этого, этой статьи из журнала, издаваемая под редакцией профессора Ковалевского. Вот, и хочу сказать только одно, что вот такие трансы или автоматизм, они бывают, конечно, и при эпилепсии, но также и при алкоголизме. Хотя при алкоголизме я не видел, а вот у меня был больной один, скажем так, виртуальный больной. И вот то, что он мне рассказал, оно очень и очень похоже. В период запоев, значит, он впадал в состояние вот такого психического автоматизма, он был агрессивным, у него развивались и бредовые идеи преследования. Вот, но что самое важное, что после, так сказать, выхода из этого состояния, причем после, естественно, все это возникало после абузусов алкогольного, он выпивал очень много и, значит, терял, скажем так, контроль над своими импульсами, смутно что-то понимал, то есть, создается впечатление. Естественно, я не наблюдал этого больного, но по рассказам, по описанию, вот, он находился в таком помраченном сознании. И вот последний его приступ, значит, когда он был госпитализирован в наркологическое отделение частной клиники, вот, он сопровождался, значит, бредом, бредом преследования, вот, и в это же время он перенес серию эпилептических приступов. Поэтому я и при своем заключении, значит, вот этого состояния, я и предположил, что вполне вероятно, что, значит, алкоголь вызвал серию эпилептических припадков, кроме того, кроме этих физических, значит, эпилепсии физической, с судорогами, с прикусом языка, там, и так далее, и так далее, и тому подобное, типичными симптомами соматической эпилепсии, вполне вероятно, что этот больной находился и в состоянии автоматизма, то есть, фуги, фуги, во время которого он и страдал вот таким, скажем так, параноидальным бредом, вот, ему казалось, что окружающие его пациенты вот что-то хотят, значит, предпринять против него, вот, а еще раньше, а еще раньше, значит, такие подобные приступы у него бывали и раньше, значит, он входил в ярость, а эта ярость, вот, значит, она, вообще-то, типична для эпилептической ярости, это страшная вещь, когда человек находится в этом эпилептоидном, скажем так, эквиваленте, эквиваленте, психическом эквиваленте, вот, он совершает страшные вещи, разрушения такие бессмысленные, зверские и так далее, и так далее, и тому подобное, а после, скажем так, выхода из этого состояния, значит, воспоминания о прошествии либо полностью отсутствовали, либо, значит, ну, были в каком-то таком, значит, отрывочном, отрывочном, значит, были отрывочные воспоминания и так далее, и так далее. Вот это я хотел просто добавить, значит, вот, прочтя, зачтя вам, зачитывая вам эту статью, вот, я просто поделился тем одним наблюдением, которое у меня было, причем в виртуальной практике. Хорошо, я заканчиваю, благодарю вас за проявленное внимание и до следующих встреч.